До 20 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника прокуратура Стрелитамака возбудила административное дело на руководителя колл-центра одного из популярных в городе такси. В момент проверки выяснилось, почти половина диспетчеров не имели права ни принимать заявки, ни координировать водителей. Скажите, с вами трудовые отношения оформлены? Ну я как бы только на обучении. От такого талантливого студента не отказался бы ни один профессор. Всего за неделю учебы с ног сшибательный результат. На обработку вызова с учетом работы в программе 10 секунд. Стахановская норма. Похожая история у многих соседок по диспетчерской. Набор хороший, быстро схватывают, говорит администратор колл-центра. Со дня на день оформить собирались. Учились, выпускаются смены операторов, далее идет испытательный срок. То есть если оператор справляется полностью со скриптом, соответственно, с программой умеет работать, то соответственно, далее идет уже полностью оформление. Прокуратура отвергла оправдание администратора колл-центра, посчитав его необоснованным. Если сотрудник находится в фирме на обучении, но к работе допущен, он должен быть оформлен по письменному трудовому договору. Испытательный срок – не аргумент. Зачастую работодатели вводят работников в заблуждение о том, что данные работники будут приняты после прохождения испытательного срока. Сейчас в отношении руководителя колл-центра заведено производство по статье 5.25 Кодекса об административных правонарушениях. От 10 до 20 тысяч рублей за каждого из троих студентов ему грозит. Это не последний рейд в колл-центр такси, добавили в прокуратуре. Нагрянуть обещают и вновь, дабы убедиться, что мера подействовала. Артем Ланягин, Игорь Яковлев, Стерлита, МАК, Служба новостей.